По итогам прошлого года в Татарстане удалось достроить и сдать в эксплуатацию 7 проблемных долевых многоэтажек. В долгожданные квартиры наконец-то въехали 661 дольщик. Еще на 8 объектах в Казани и Челнах работа продолжается. По итогам 2015 года 4 проблемных дома были введены и 661 дольщик получили квартиры. Но тема дольщиков номер один для руководства города. Номер один. Самая большая проблема. Мы от нее не можем самоотстраниться. Ее каждый день по одному миллиметру надо двигать вперед. Она быстро не будет. Эта задача быстро не решается. К этому надо быть готовым и об этом надо говорить дольщикам, что быстро мы эту задачу решить не сможем. Готовься они летом, а телегу зимой. В республике полным ходом идет модернизация и подготовка техники для пассивной. Одних только тракторов необходимо подготовить 11 тысяч. Наша задача завершить ремонт до 1 апреля. Ремонтная база хозяйств в республике составляет 690 типовых мастерских. И почти 800 пунктов ремонта регулированных сельхозмашин. И занято ремонтом около 3000 механизаторов и слесарей. По словам министра сельского хозяйства, 70% общего парка, необходимой для пассивной техники, уже готовы к работе. Еще один важный вопрос – ее модернизация. Марат Ахметов призвал руководителей сельских хозяйств активно участвовать в федеральных и республиканских программах паритетного финансирования приобретения новых сельхозмашин. Технику надо подготовить. Те, кто сегодня это дело не организовал, уже время осталось не так-то много. Поэтому второе, надо обратить внимание, работа у вас идет по импортозамещению, потому что много техники импортные, започтные части очень дорогие, поэтому вот эту системность по импортным комплектующим, я считаю, надо все-таки организовывать у себя. Ну и третье, наверное, резидентно-технические изделия, смазочные масла, тоже посмотреть, где какие отечественные компоненты, там отечественные образцы можно использовать. Сергей Шерстнев, Максим Зуйков, Эфир 24.